Законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи уже одобрен в Палате представителей США. В ближайшие дни будет, вероятно, поддержан Сенатом и передан на подпись президенту Трампу. Безотносительно к содержанию пакета санкций, важность законопроекта в том, что он, во-первых, лишает президента США права отменять или пересматривать уже введенные санкции без согласия Конгресса, а во-вторых, по сути дела, фиксирует международный статус России как одного из трех стран-изгоев. В отличие от Ирана и Северной Кореи, для которых пребывание в списке изгоев – дело привычное, включение в него России станет для нее тяжелым ударом. Трудно представить, что Трамп этот законопроект не подпишет. Все, что он говорил с момента прихода в Белый дом, ровно как и многое из того, что выясняется в последнее время о делах его окружения, косвенно, но довольно убедительно указывает на обосновательность предположений о наличии у президента США каких-то не особо афишируемых личных мотивов в отношении России. Вероятно, именно эти мотивы не позволили ему с присущей прямотой оценивать действия России, побуждали вновь и вновь проявлять понимание к ним. Отказавшись подписать одобренный Конгрессом законопроект о санкциях, президент США эти обременительные для него предположения фактически подтвердит, превратив почти в повсеместную уверенность. С учетом сложившихся обстоятельств, скорее всего, законопроект он подпишет, куда же он денется. Уже появившиеся в этой связи разговоры о том, что европейские союзники США новые американские санкции не поддерживают, представляются по большому счету беспочвенными, по крайней мере в части, касающейся России. Насчет санкций против Ирана у европейцев могут быть сомнения, а далекой от Европы Северной Кореи разговор отдельный и европейцам малоинтересный. Зато санкции против России станут для европейских стран весомым подтверждением вовлеченности США в вопросы обеспечения европейской безопасности. Подтверждением весьма уместным беспокойство европейцев относительно того, что при администрации Трампа это вовлечение понизится, постепенно уходит в прошлое, но до конца еще не все развеяно. Со своей стороны и Россия тоже не сидит сложа руки, очень своевременно протащив в обход санкций в Крым турбины, закупленные у фирмы Сименс якобы для Кубани. Россия наверняка побудит европейские страны, особенно Германию, его фаворита, к ответным мерам. И тут как раз подоспеют новые американские санкции. Я думаю, после скандала с Сименсом, Меркель будет намного проще продавить новый пакет санкций против России. Одним словом, ничего хорошего, новые американские санкции России не сулят. Было плохо, а станет еще хуже. Особенно с учетом того, что ответить России в общем-то нечем. Ну, отнимут у американцев посольскую дачу, вышлют их дипломатов. Для оставшихся восстановят квотную норму численности. Ну, спустят с цепи Соловьева, чтобы он громче лаял. А дальше-то что? Самое скверное, что все эти санкции потом будет чрезвычайно трудно отменить. Помните такую поправку Джексона Веника, которая просуществовала 37 лет. Она была принята в 1974 году, а отменена только в 2012. Когда не было уже ни СССР, ни запрета на выезд из него, из-за которого, собственно говоря, и появилась эта поправка в законодательстве. А сыр-бор все продолжался. И вот эти нынешние санкции, это даже после конца Путина останется тем же домокловым мечом. Пройдет еще очень много лет, пока они будут отменены. Это ведь только в России президент намекнул, и Дума побежала выполнять. А с Конгрессом и Сенатом устроено все немножко по-другому. Так что Путин отлично формирует для России образ будущего на многие десятилетия вперед. Санкции, как мера экономической борьбы, это надолго. Повод дан, а взять его обратно уже не получится. Спасибо Владимиру Владимировичу за счастливое детство российских внуков и детей в международной изоляции.